Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. В этом обзоре мы расскажем про широко распространённый двигатель, который натворил бед, а затем вроде бы исправился. Итак, встречаем ЕП6ЦР. Опытные 6-литровые атмосферники для Peugeot и Citroën мы рассказывали несколько лет назад, а сегодня решили к нему вернуться. Вернее, прямо сейчас мы разберём обновлённую в 2009 модельном году версию этого двигателя. Это поздний вариант двигателя, известен как ЕП6Ц. Это атмосферная версия. Его турбоварианты обозначаются ЕП6ЦДТ, ЕП6ЦДТХ и другими каталожными индексами. Буквально любой Peugeot и Citroën, выпущенный с 2010 года с 1,6-литровым мотором под капотом, оснащён именно ЕП6Ц. А это Peugeot 207, 208, 2008, 308, 3008, 408, 508 и 5008. Соответственно, этот двигатель мы увидим под капотами Citroën C3 второго поколения, C3 Picasso, C4, C4 Grand Picasso, C5 и DS3. Как вот этот двигатель перед вами. Также этот мотор достался каблучкам Berlingo и Partner. Ну а так как это чудо было изобретено в тесном сотрудничестве с BMW, то его можно встретить на BMW единицах F20 и тройках F30 под обозначением N13. А на моделях MINI этот мотор 1,6-литровый обозначается как N16. Кстати, двигатель ЕП6Ц уже как ЕП6Ф выпускается до сих пор в турбированном варианте, в том числе в составе гибридной силовой установки. Итак, обновленный 1,6-литровый мотор можно легко определить по торчащему из стакана масляного фильтра датчику давления масла. На первоначальном варианте этого мотора датчик давления масла находился сзади ГБЦ под вакуумным насосом. Это что касается двигателя ЕП6. Этот же мотор в исполнении для BMW значительно отличается по навесному оборудованию, так как предназначен для продольной установки. Также варианты для MINI не подойдут для французских автомобилей. Обозначение и номер двигателя нанесены на табличке под масляным фильтром на кожухе маховика. У дорестайлинговых моторов ЕП6 обозначение PSA5FV, у обновленных 5FS или, как в нашем случае, PSA5F01. Вообще появление двигателя ЕП6C преподносилось как исправление всех его врождённых проблем, но это не совсем так. Это обновление понадобилось для доведения этого мотора до экологических норм Евро-5 и унификации производства. В действительности никаких серьёзных улучшений для повышения надёжности этого мотора внесено не было. За улучшение стоит благодарить точечной ревизии некоторых компонентов этого мотора. Кстати, разбираемый нами двигатель сильно повреждён. У него проблемы с первым цилиндром. У двигателя ЕП6C совершенно другой масляный насос с двухступенчатой регулировкой. Для управления в масляный насос встроен золотник с управляющим соленоидом. Провода к нему протянуты через отверстие коленвала. Это отверстие уплотнено резиновой втулкой и прикрыто металлической крышкой. Через эти уплотнения со временем просачивается масло. Утечку можно рассмотреть только после снятия защиты двигателя. Масло стекает на нижнюю опору двигателя, но иногда масло выдавливает по проводам, и оно благодаря капиллярному эффекту поднимается по этим проводам вверх и достигает блока управления двигателем. Есть случаи замыкания ЭБУ. Для устранения течи была предложена втулка за $20 и ремкомплект с участком провода от соленоида до разъема на основной проводке за $60. Для их замены надо снимать поддон. На двигателях ЕП6C как на старых, так и на обновленных помпа системы охлаждения приводится через промежуточный ролик, который подвешен на отдельный натяжитель. В народе вот эта вся конструкция называется гитара. Натяжитель прижимает ролик к ремню навесного оборудования на шкиве коленвала и ролику помпы. По умолчанию на дорестайлинговых двигателях ЕП6C установлен пассивный натяжитель, который обеспечивает постоянный привод помпы. На рестайлинговых двигателях установлена управляемая гитара. Она подключается через электрический разъем, а за подтягивание ролика отвечает встроенный в нее сервопривод. Самое интересное, что активная и пассивная гитара абсолютно взаимозаменяемы. У нас на рестайлинговом моторе стоит активный натяжитель. Его без проблем можно поставить на дорестайлинговый двигатель, и он будет работать без подключения к проводке, которой там нет в помине. А ролик будет подтягиваться за счет встроенной часовой пружины. Оба натяжителя стоят примерно по 100 долларов, и за эти деньги они оснащены недолговечным подшипником натяжного ролика. Он едва выхаживает 50 тысяч километров, а затем из-за износа подшипника ролик начинает грохотать. Ролик с подшипником продаются отдельно. Цена от хорошего производителя примерно 50 долларов. Еще гитара может загрохотать из-за износа шарнира, вдоль которого скользит обойма ролика. В этом случае придется покупать новый натяжитель. Кстати, из-за перекоса ролика на изношенном шарнире быстро изнашивается приводной ремень. Бывает, что при обрыве он наматывается на шкив коленвала и выдавливает сальник. Так что обязательно следите за состоянием механизма привода помпы. Как вы понимаете и видите, прогресс не коснулся этой детали. При замене натяжителя обязательно прощупывайте помпу. Бывает, что она вращается бесшумно, но люфт и шкива уже присутствуют. В этом случае помпу обязательно надо менять. Сзади из помпы выходит пластиковая трубка. При больших пробегах трубка рассыхается, и появляется течь антифриза по штуцеру. При этом никаких повреждений и дефектов может быть и не видно. Владельцы для экономии намазывают штуцер герметиком. Как видите, в этом узле тоже никаких улучшений нет. Обратите внимание, что шкив коленвала с демпфером, то есть с резиновой прослойкой. Попавшее масло может значительно сократить его ресурс. Шкив может порваться вдоль по демпферу, и его внутренняя часть отделится от внешней. Кстати, передний сальник коленвала двигателя EP6 меняли на многих моторах и не раз, потому что эти сальники слабоваты и начинают течь уже к пробегу в 100 тысяч километров. Так как мотор EP6 во всех версиях не пользуется услугами дросселя, а полагается на работу системы ValveTronic, то во впускном коллекторе присутствует недостаточное разряжение. Поэтому вакуумная система работает на основе вакуумного насоса, который находится вот здесь. Но в данном случае вакуумный насос продан, и показать его не представляется возможным. Этот вакуумный насос течет маслом по его корпусу, а также по стыку с ГБЦ. Некоторые владельцы и сервисмены обламывают его фланец. Вообще, конструкция этого вакуумного насоса такова, что если коленвал и все соединенные с ним валы провернутся по часовой стрелке, то насос вакуумный вот этот заклинит. На этот счет в инструкции даже есть замечание не оставлять машину под уклоном, если есть даже минимальный риск откатывания назад. Потому что при запуске мотора EP6 с заклинившим маслонасосом обломает конец удлиненного распредвала, который приводит вакуумный насос. Оригинальный термостат двигателя EP6C никак не изменился. Он продается с корпусом-разветвлителем системы охлаждения. Термостат электронно управляемый. Его стоимость примерно 150 долларов. Если термостат неправильно слушается ЭБУ, а это бывает при износе оригинального термостата либо при некорректной работе дешевого заменителя, двигатель не будет прогреваться и будет перегреваться. Возможны разные сценарии. Обычно о перегреве владелец узнает в последнюю очередь, когда ГБЦ начинает сбрасывать седла клапанов. Поэтому лучше не экономить и устанавливать оригинальную деталь. Кстати, термостаты для двигателей EP6C с АКПП и МКПП разные. Кстати, на моторах EP6 термостат перекрывает обратный патрубок, то есть перекрывает поступление антифриза из радиатора. А традиционно термостат перекрывает выход, то есть до прогрева антифриз из малого круга не попадает на вход в радиатор. Если термостат исправен, то верхний патрубок к радиатору должен быть горячим, нижний патрубок должен быть теплым, но никак не холодным. В аварийном режиме, если термостат не слушается ЭБУ, то пружина поможет открыться клапаны термостата при 105 градусах. И заметьте, эта температура уже на выходе из радиатора, а не сразу после ГБЦ. Стоит отметить, что пластиковый разветвитель двигателей EP6C и EP6C даже при нормальном функционировании термостата трескается и пропускает антифриз наружу. Ну а сегодня разобрать этот обновленный EP6C нам поможет Александр. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. В ГБЦ двигателя EP6C под электромагнитным клапаном есть пробка под торкс. Это обратный клапан, который препятствует оттоку масла из канала, подающего масло к фазовращателям. Если этот клапан будет наглухо забит подгоревшим маслом или фрагментами натяжителей цепи, то тогда будут проблемы с давлением масла, неровный холостой ход и ошибки по фазовращателям. Новый такой клапан обойдется в 15 долларов. В клапанной крышке двигателя EP6C обустроен сепаратор системы вентиляции картера и подпружиненный мембранный клапан. Здесь все как у всех. Резина рвется, и тогда во впуск начинает попадать воздух, в обход расходомера, и таким же образом двигатель начинает высасывать пары масла из-под клапанной крышки. То есть улучшение мотора ничего не дало вот этому узлу. Резиновую мембрану можно поменять на неоригинальную. Обычно после этого на крышке над ней остаются следы вскрытия и ломаются крепления. Поэтому эту крышку крепят всеми возможными способами. Клапанная крышка сидит на резиновой прокладке, которая со временем просится на замену из-за того, что начинает пропускать масло. Под клапанной крышкой двигателя EP6C два распредвала, 16 клапанов и механизмы системы ValveTronic. Об этой системе мы очень много рассказывали на примере двигателей BMW. Суть в чем, что благодаря промежуточному эксцентрикому валу и специальным рычагам изменяется высота подъема впускных клапанов. Таким образом, как дросселем, происходит наполнение цилиндров. Система ValveTronic, начиная от червячной передачи, заканчивая эксцентриками, а также распредвалы этого двигателя страдают из-за ухудшения смазки. Этим страдают все двигатели EP6C, у которых интервал замены масла более 10 000 км. От загрязнения в масле нарушается работа фазовращателей и их управляющих клапанов. Дело в том, что большинство дорестайлинговых EP6C отправились на свалку из-за огромных межсервисных интервалов в 20 000 км. Обновленные EP6C служат дольше, во многом из-за того, что сервисный интервал сократили вдвое. Масло надо менять раз в 10 000 км. А теперь по состоянию. Светлый масляный налет и никакого износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. Цепи ГРМ на двигателе EP6C обновились без привязки к глобальному обновлению двигателя. Несколько ревизий пережил и гидронатяжитель. Считается, что если двигатель начал грохотать цепью после холодного запуска, то в первую очередь надо менять гидронатяжитель. Он меняется легко, потому что доступ к нему есть снаружи двигателя. Новый гидронатяжитель надо ставить в последней ревизии, стоимость 60 долларов. Сама цепь ГРМ стоит 60 долларов. Ее надо устанавливать на новые направляющие, которые тоже стоят недорого. А башмак, который находится со стороны выпускного распредвала, тоже обновлялся. Замена цепи ГРМ несложная, но необходим фиксатор распредвалов. Коленвал фиксируется через маховик, а цепь из передней части двигателя достается со всеми успокоителями и со звездой, надевающейся на коленвал. Это типичное решение для моторов BMW тех лет. Если первоначальный мотор EP6 радовал своих владельцев грохотом цепи уже к пробегу в 50 тысяч километров, то цепь на EP6 ходит более 150 тысяч километров. Но это лишь заслуга новых ревизий. Эти цепи подходят и на первоначальный EP6. Если заглянуть в кожух ГРМ, то можно увидеть пробку-заглушку. Она закрывает отверстие в контуре охлаждения двигателя. Так вот, на всех моторах EP6 сохраняется риск выдавливания этой заглушки и попадания антифриза в поддон. Ранние моторы EP6 с завода имели стальные уплотнительные кольца на распредвалах под фазовращателями. Эти стальные кольца прогрызали канавки в ГБЦ, после чего ГБЦ приходилось менять на новую. Но с 2010 года моторы EP6C не страдают этой проблемой, потому что завод предложил новые тефлоновые кольца. Как правило, жор масла присутствует на приличном количестве двигателей EP6. И в этом в основном виноваты владельцы, которые экономят на моторном масле. Но не всегда масложор происходит от закоксовывания маслосъемных колец. Масло может попадать в камеры сгорания через маслосъемные колпачки, которые на холодную пропускают масло по своим стержням. Инженеры, которые создали этот мотор, не так давно сжалились и выпустили нормальные колпачки. Комплект стоит 55 долларов. Но почему было так сразу не сделать? Двигатели EP6C продолжают погибать из-за выпадения седел клапанов. Но эта неприятность происходит только из-за долговременного перегрева ГБЦ. Напомним и отметим, что водитель может и не увидеть перегрев, потому что даже при температуре антифриза 105 градусов и более на панели приборов стрелка будет показывать 90. Если седло выпадает полностью, то клапан не закроется и получит удар от поршня. А вот бывают случаи, что седла минимально сдвигаются и тогда клапаны плотно не закрываются. Появляются пропуски зажигания. Причем пропуски зажигания могут появляться только на прогретом двигателе. Ну и по состоянию. Это EP6C. Естественно, мы видим следы масложора. Но еще более интересная ситуация у нас в первом цилиндре. Как будто сюда что-то попало. Смотрим в первый цилиндр и видим кратеры. Как будто сюда что-то попало, поршень это размолотил. Наше предположение, что, скорее всего, это произошло из-за некачественного ремонта. Мотор быстро ремонтировали, что-то забыли, собрали, завели и бац! Напоминаем, что в наших разборах мы разбираем моторы, которые не прошли строгий контроль качества компании «АвтоСтронг». Если говорить о состоянии остальных цилиндров, то «хона» здесь практически нет и видны, побежалось. Клапан, регулирующий производительность маслонасоса, нередко выходит из строя. На насос, как правило, работает на ступени высокой производительности. Узнать об ошибке по давлению можно только с помощью диагностического сканера. Если что-то пошло не так, то придется покупать новый клапан, а стоит он новый – $160. Ну и перед тем, как мы расскажем все самое интересное. Любите ли вы посмеяться? Если любите, то обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал «АвтоСтронг Ха-ха-ха». Также у нас просто убойный контент в TikTok. Все ссылочки будут в описании. Подпишитесь, от души же делаем. У всех двигателей EP6 поршневая группа облегченная, но довольно ресурсная. Проблемы в виде залегания поршневых колец появляются из-за длиннющих интервалов замены масла. Проблемы износа вкладышей и коленвала тоже появляются из-за экономии на масляном сервисе. Если говорить о состоянии, то все хорошо. Коренные вкладыши выглядят отлично. Коленвал визуально неплох, шатунные вкладыши тоже. Даже не залегли поршневые кольца, но немного закоксованы маслосъемные кольца. Верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии. Ну что, разборка закончилась. Стал ненадежнее двигатель EP6C. Если честно сказать, то глобально в нем ничего и не изменилось. Да, цепь ГРМ новой ревизии ходит дольше, но и установить ее можно на дорестайлинговый EP6. То же самое можно сказать и про маслосъемные колпачки. Эти моторы, что EP6, что EP6C, все также охотно текут маслом по сальнику коленвала, а также по прокладке клапанной крышки. В общем, обслуживайте этот мотор нормально и меняйте масло чаще, ухоженные экземпляры выхаживают и по полмиллиона километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».